именем Иисуса Христа я приветствую вас ну кто не знает я тут уже почти свой Борис Пономарёв Боря Самарский меня могут уже в Волгограде называть Борис Пономарёв у меня фамилия просто мы общались и я вспомнил вот брат Юрий может поправить мне что он знает там в эту традицию Пономарь это человек который служит в церкви на добровольных началах он без сана там он может помогать там колокола чистить батюшке помогать ну такой некий доброволец и таких Пономарей ну видать мои родственники такие были и видать ну служили хорошо и таких Пономарей слава Богу много в современных церквях если мы так называем они участвуют но когда ты Пономарь у тебя особо как бы ну захотел пришел захотел не пришел можно как бы поучаствовать а можно воздержаться может сказать мне некогда можно сказать но кто епископство желает уже сана диакон да или там епископство желает то доброго дела желает Пономарь это хорошо но диакон епископ это лучше потому что Бог хочет чтобы мы взяли какую-то ответственность когда ты епископ или диакон ты не можешь сказать мне некогда мне настроения нет ты принял ответственность стать в детское служение ты принял ответственность сесть за за пульт там сделать конференцию это уже другой уровень и вот этого Бог желает нам ну еще такое вам пожелание помимо нашего правильного процветания как бы я теперь до конца уже понял в чем различие учение процветания и действительно когда народ не думает о деньгах вот уже тоже открыли желаю вам чтобы вы перестали в некоторых там сферах Пономарьствовать а стали там епископом стали в позицию взяли ответственность потому что действительно Бог ищет людей которые должны взять ответственность за какое-то дело аминь и кто на конференцию пришел это люди ищущие Бога и не просто тогда приехали если сдалека есть эти люди ну гурманы Божьего Царства они не хотят посредственности аминь и то что мы получаем на конференциях это вот Павел сказал один раз в римлянам сказал благодарю Бога что вы будучи рабами греха стали послушны тому образу учения они стали послушны образ учения то есть оба учения оно не в один день приходит ты не можешь все вместить по Иисус говорит ты не можешь вместить потому что ну вы еще не может но вот то что сегодня говорили может быть пять лет назад не вместили а сегодня мы вместе последовательно вот и Павел заботился, он говорит, в Колоссянах, он говорит, в Ладакийской церкви я вас прошу, прочитайте вот это, а то, которое оттуда, прочитайте здесь, потому что он понимал, что очень важно в церкви иметь образ учения, который формируется в последовательности. Мы нужны друг другу, обогащаемся. Я не самодостаточный, мне нужен Максим, Максиму нужен пастор Валентин, потом там нужно прославление. Мы друг друга дополняем, и это есть вот правильное состояние церкви, я вообще об этом что-то не хотел проповедовать, правильное состояние, как вот Максим сказал, что Максим Юрьевич, я его стал уже так называть, он сказал, что мы не один в полный возраст, в меру полного возраста Христа, а все дружно вместе. Вот это и есть, вот это вот царство, которого Бог, мы еще до него не дошли. Мы еще не дошли, и мы как-то заботимся, и этот мир диктует свои условия, тут народы метутся, вот Псалом номер два, зачем метутся народы и племена замышляют тщетные. Какая-то конкуренция, друг друга подсаживают, там страны, там за ресурсы бьются, там, и даже на законодательной системе они, вот люди, вот законы издают, чтобы вот это, обслужить человеческие похоти, обслужить человеческие похоти, чтобы они были востребованы, там всякие законы такие, ну, неправильные, народы метутся, да? Но, одиннадцатый стих, второго Псалма, двенадцатый стих, «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы Вам не погибнуть в пути Вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре, блаженны все, уповающие на Него». Иисус Христос – герой этой вселенной. Как ни крути, как вы не метались бы, народы, как человек бы не выкручивался, центр вселенной, центр человеческой цивилизации – Иисус Христос. Бог начал, и Он закончит это, да? И герой твоей жизни не ты, пока ты это до конца не был, герой твоей жизни – Иисус Христос. Иисус Христос, которого надо почтить. Есть люди, почитающие Сына Божия, а есть люди, на которых гнев Божий. Ну, здесь этот Псалом делит нас на две категории. Гнев Божий на одних и благодать Иисуса Христа на других. И Павел много раз кончает свои послания. Благодать Иисуса Христа с вами. И Библия вообще заканчивается словом «Благодать Иисуса Христа, книга окровения, со всеми вами, аминь». И мы так думаем, ну, благодать – это такое, знаете, ну, благодать, незаслуженный меч, но это намного больше. Я сам даже не понимаю, насколько, вот сейчас я вас типа учу, а сам до конца не понимаю, что такое благодать. Благодать – это, во-первых, ее можно отвергнуть, благодать можно лишиться, да, смотрите, чтобы никто не лишился благодати Божьей. И благодать – это, вот, Библия начинается, что все согрешили и лишены славы Божьей, человек минус Бог. Это состояние плачевное, это состояние пшаткое, такой униженный человек ходит без, ну, какой-то цветок красивый вырвали и в вазу поставили. Он красивый, но он не в жизни, он засыхает. Рабство тление, к сожалению. Наши тела Бог любит, да, мы должны заводить. Мы видим какое-то там кашляну, тут что-то, тут как бы, ну, это временно. Бог даст нам прославленные тела скоро, да. Вот, и мы должны ожидать этого. Вот, но благодать – это когда человек плюс Бог. Иисус Христос – Бог и человек. Стопроцентный Бог и стопроцентный человек есть Христос. И человек плюс Христос – это новое творение во Христе Иисусе. Это человек с благодатью. Благодать тебе дает способность понимать Бога, наслаждаться Богом, служить Богу. Павел, когда описывает результат своего служения, он говорит, впрочем, не я потрудился, есть наша часть, но благодать, которая на мне. Поэтому давайте не будем отвергать благодати и надо Сына Божьего почтить. Почтение – это уважение, да, уважение, внутреннее глубокое уважение, проявленное в действии. Проявленное в действии. Иногда мы думаем, ну, раз мы Бога любим, следовательно, мы Его почитаем на самом деле. Жена может любить мужа, но она может его не почитать. Там, фыркать на Него, там, муть ему, и все, да иди там, не слушаться Его. И она думает, я же Его почитаю. Ты Его просто любишь. Мы Бога любим. Нам нравится, ну, и большинству, даже не то, что сам Бог нравится, если все Христианство, а то, что Бог дает. Но надо почтить Бога. Почтите Бога, да. Почтите трапезу Господню. Сегодня Бог нам накрыл трапезу Господню, да. И мы ее должны... Трапеза Господня не стоит уважения. Помните, Малахия говорит, ну, трапеза Господня, ну, очередная конференция, все вот такое. Но надо почтить имя трапезу Господню. Почтить Сына и Его действия. Потому что Иисус грядет, и есть историческое время. И вот последняя конференция, в которой я здесь был, я «Наше время» назвал. Я после этого много размышлял о времени. За каждым великим событием стоит Бог. Есть космическое время. Лег, встал, лег, встал на работу. Утро, вечер, 8 марта, 23 февраля. Мы даже не вспомним, что 23 февраля, завтра мы в какой-то другой живем. Ну, как бы, а народ там метутся, народ, день, ночь на работу, посадил дерево, построил дом и помер. Ну, и хорошая, как бы, жизнь, посредственная жизнь. Народ, воля языческая заключается в том, что во что одеться, во что обуться. К сожалению, христианство, оно, вот, вернулось, вот, стали как одними из народов, как одной из религий. Вот вы христиане, мы в мечеть ходим, а вы в храм ходите, а вы в дом молитвы. Вот и все, все наше христианство. А цели одни и то же. Во что одеться, во что, и живем этим временем космически. Лето, ночь, зима, лето, да. Но у Бога есть историческое время. И я прочитал стих, который связан, когда мы причастие, да, смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. Аминь. То есть были исторические события, о них уже сказали. Будет такое, когда дьявол будет связан, да. Как система это будет связана. То есть, ну, там по-разному можно богословски подходить. Но было сотворение, грехопадение. Был избран Авраам. А потом Бог является, говорит, под именем Всемогущей я открывался, а под именем Господь я не открывался. То есть Он Израилю открылся, как Господь. Как Господь правящий историю. Он Египет унизил Господь, да. Израиль увидел унижение супердержав, да. Как ни крути, Господь вершит историю. Что бы вы ни делали, как бы ни делали. Господь свое как начал делать, как церковь была, ее врата да не отдают. Историческое время. Авраама избрал. Потом рождение Иисуса Христа. Историческое время. Смерть и воскресение Иисуса Христа. Историческое событие. И пришествие Иисуса Христа. И мы должны ждать. И многие люди живут космическим временем, а кто-то истарит, ожидает. И история Бога, это наша проблема. Эту я так, наверное, проповедь назову. Можно дали свободу. Что хочешь говори, можешь даже не называть. Ну, немножко как бы, чтобы мы мысль ловили. К чему я говорю. История Бога, это наша проблема. Говорит, не вам, а нам, да. Не вы, а мы. Нет, извините, вам, да. 330 каждому, да. Помните такой фильм? Вот именно мы не можем проигнорировать вот эти события. Рождество Иисуса Христа. Ты там родился в Советском Союзе, прожил, женился, не крестился, не принял Христа, дом построил, бизнес сделал, помер. Ну, и куда, интересно, человек попадет. Или другая судьба. Родился, женился, крестился, что важное событие для тебя. И жил во Христе, и умер, и дела, блаженный, умирающий во Христе, ибо дела его идут. Бог оценит нас. Смерть это, на самом деле, можно сказать, ну, благословение. Это просто переход из одного состояния в другое. И насколько ты преобразился во Христа, твой характер. Нервничал ты, психовал, паниковал, сплетничал в церкви. Или ты действительно посмирялся, служил, радовался своему служению, и все такое. Потом, что ты сделал? И среднестатистическое нас оценит. Вот я пришел, вот так все посмотрят на меня. Вот Борис, там, в конференции там ездил, сама Боря Самарский, там, ну, давай, оценим. И мы говорим, плоды духа, да, радость, мир, там, кротость, воздержание, да. Радость, мир, кротость, воздержание. Но это как бы, есть плод духа, это комплекс. Не плоды, а плод духа, да, и там перечисляют. Допустим, я радостный, но жадный. Радость на 100, а, радость на 15, жадность на 99, среднестатистическое минус 15, да. Потом раз, раз, и среднестатистическое мне выдадут, и потом мы будем прославлены тела. Бог будет давать нам вот именно эту славу, да. Звезда от звезды, иная слава луны, иная слава звезд, и звезда от звезды отличается славой. Тот, кто на кресте разбойник висел, покаялся, да, он в одной славе будет. Или апостол Павел говорит, я, говорит, вообще, я в высшей почести звания во Христе Иисусе. Он там, за кого я не изнемогал, за кого я там, меня и били, я и то делал. Представляете, этот человек жил историческое время. Он понимал христианство, суть, да, и какое ему прославленное тело будет. Вот. Поэтому, помните такое, и каждый из нас должен жить вот этим осознанием, что церковь – это история. Что-то я делал не нормально сейчас? Помните, Симеон, который при храме жил, говорит, ему было откровение, что он не умрет, пока не увидит Христа Господнего. И когда ныне, ныне ты отпускаешь рабацу. Он при храме там все это. И он написано, что чаял утешение Израиля. Он, как евреи, это же мессия, они носители мессии, они ожидали Христа, они всегда в ожидании, они боролись, в каком роде мессия родится, надо оплодиться, размножаться. И он ожидал утешения, чаял утешения Израиля. Как ты, ну, ожидаешь ли ты Христа? Чаешь ли ты утешения Израиля? Ты вообще думаешь о братстве? Я слышал брата, как бы, ну, действительно, он сказал, в Бога верю, в братство уже не верю. Ну, мы дошли до такого состояния, вся общая наша церковь, там, были у нас победы, все. Но в итоге каждый стал по себе. И даже в братство уже особо не верится. Да, привет, братья, как дела? Нормально. А где оно, братство-то? Ну, настоящее, когда один за одного, один за всех и все за одного. Чаешь ли ты утешение Израиля? Ожидаешь ли ты пришествия Иисуса Христа? Живешь ли ты этим историческим временем? И желаешь ли, чтобы церковь росла, чтобы расширение там было Царства Божьего? И такие люди были у Бога, которые чаяли утешение, которые жили историческим временем. Ну, мы потом, может, зайдем. Давид, Мардахей, Нееме, Ездра, которые не просто могли оставаться в пассивном состоянии, но они что-то делают. Кто не со мной, тот против меня. Кто не собирает, тот расточает. Все. А третьего нет. У нас есть выбор, да? У нас есть выбор. Бог нам дал, ну, как бы, знаете, на самом деле у нас нет выбора. Либо ты со Христом, либо ты вне Христа, либо ты, на какой стороне ты историй, ты или за Христа, или ты, как бы, наблюдатель такой. Вот, знаете, выбор такой. Я своим детям зайду в магазин, там, пойдемте в магазин. Папа сегодня богатый, там, давай. Заходим, выбирайте все, что хотите. Три подарка каждому, любой, короче. И детям кажется, бать, я такой богатый, там, выбирай все. Я не думаю, что все, что есть в Волгограде. А на самом деле, если на вывеску посмотреть, там, все по 39 в магазине. Да? Вот примерно у нас такой выбор. Да, у тебя выбор в эту церковь ходить, в эту, там, тюремную, или, там, в гребцентр начинать. По большому выбора нету счету, да? То есть, либо ты кто не со мной, тот против меня, кто не собирает, тот расточает. И Богу не нравится наша пассивность. И от того, что мы становимся теплые, от того, что мы начинаем оставлять свою первую любовь, в нашей жизни могут быть стряски. В нашей жизни могут быть стряски. Нееме 1.7, помните, там, Нееме говорит, что когда народ Божий попал в плен, там высветили Нееме 1.7, нет? Вообще не высвечивается, да? Вот, Нееме 1.7, Нееме говорит, может быть, я неправильно написал, но там уставы, заповеди, определения, да, написано такое. За что, почему? За что нас постигнет? Вроде не пьем, не курим. Кроме заповедей, не делаем, мы уже как-то здесь делился, да, есть уставы и определения. Что-то еще сделай. Не просто ничего не делай, а что-то надо сделать. Мы же скажем, Бог, вот я не курю, не пью, благослови меня. Это хорошо, но ты не живешь историческим временем. Ты просто хороший панамарь, но Бог хочет от нас больше. Ему не нужно вот эти... И гнев Божий постигает потом за эту посредством. Вот, за что? Я младших, у меня четверо детей, младших, я их ругаю за то, что они сделали. Старшего я ругаю за то, что он не сделал. В основном. Что, что, я что? Почему посуда? Почему то? Почему ты тому не помогал? Почему то? Ну, как бы, у него уже ответственность больше. У него ответственность больше, и история Бога, это наша проблема, потому что этот мир, который мы видим, он скоро... Вот человек вечный. Вот вы сидишь, он вечный. Вопрос, где ты в вечности будешь? А мир, который мы видим, он не вечный, он изменится. Может быть, это будет новое зело, может, земля будет преображена, но в таком виде мы мир не увидим. А человек, он вечный, да? Там, говорит, небеса свернутся рулоном, каждый там толкует по-своему. Поэтому вот надо нам жить историей Бога. И когда ты в эпицентре истории Бога, когда ты живешь этими, не просто заповедями, уставами, определения, понимаешь свое определение, призвание, ты наслаждаешься жизнью, и ты счастливый. Даже когда у тебя денег, Павел, какое счастье, да? Тебя палками бьют. Почему исполняем заповеди? Почему мы жертвы? Почему конференции охота делаем? Почему сюда ехать? Потому что нам хорошо. Вот наркоман пойдет, он говорит, дураки вы, дураки, мы летим, а вы ползете, да? Помните песню? Его все... Он наркоман, но он понимает, ну я-то в другом состоянии. И только наркоман может. Ну это имитация, это обман дьявола. Вот в таком состоянии мы должны ходить. И потом, когда люди с нами встречаются, мы становимся откровеннее. Когда ты просто живешь и, ну, в Боге, и то, что ты делаешь, тебе нравится. Поэтому это наша проблема. Вторая царь, 24 глава. Вторая царь, 24 глава. Давид, у нас, мы про Давида этого. Вот как я приехал в Самару, тут про Давида, ну, часто говорят, любимый герой библейский. Ну, много то, что даже вот сегодня Максим проповедовал, хорошее, да, когда он потерял все, да, ну, вроде, как бы, это, кстати, вот подходит. Он как бы, все, вроде жизнь состоялась, облетелся, ну, там, где-то там, вот, городок раз сожгли. Что такое? Почему? А потому что он не на своем месте. Он не на своем месте, Давид. Это царь, это у него другое призвание, а ты решился отсидеться, объект сделал, десятина откупился, пастору отвез там что-то. Все, я нормально, ну, нормально, пастору тоже нравится, потому что он тоже так, ну, отчитался туда, идти туда, и живут, и радуются. Друг другу пророчествуют, там, хорошо, церковь не растет, нормально. Гнев Господень, 24, вторая царств, 24 глава. Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, пойди исчисли Израиля и Иуду, перечисли. То есть Бог, причины были наказать Израиль, потому что состояние Израиля, там, помните, там уже такое посредственно было, неправильно там ковчег возили, ну, так, Богу не нравилось вот это состояние Израиля. Они уже как на прочие народы, они, во-первых, попросили царя, как прочие народы хотим быть. Ну, зачем нам вот, тут все понятно, что по духу жить. Они попросили царя работать день, ночь, вот это космическое время, как у всех, ничем нет, но Богу не нравится. И повод был, может, Давид уже как бы подостыл, Давида тоже там, когда время было идти на войну, он дома остался, проблемы были, да? Мы должны как церковь, жить вот Израиль, и мы там церковь, помазанники, или там перемазанники Божии, все мы, да? Мы должны жить вот этим ожиданием Христа, вот этим что делать, ну, вот цель вот эту, не потерять мессианство, не потерять, когда вот Иисус придет, с чем я прислал, к свою историю, в этой истории я должен исполнить свою историю, какова твоя история? Вот у Него такая история, а у тебя какая история, да? И интересно, Естественно, что в Паралипоменон, которые те же события в 21 главе, там написано «и восстал сатана на Израиле». Здесь как бы гнев Божий возгорелся на Израиле, а там восстал сатана на Израиле. Нет, на самом деле противоречий нет. Богословы говорят, это двойной взгляд на одно и то же событие. Взгляд Бога и взгляд с духовного мира. Духовный мир, хоть Бог он дух, но духовный мир ниже Бога. Материальный, духовный, а Бог непостижимый. Да, там есть ангелы, он там как-то проявляется. В нашем мире воплощенный был Христос в ангельском теофонии, как ангел Господь. Ну, что-то такое. Мы сквозь тусклое стекло гадателя. Но вот на эти два события, два взгляда. То есть, если Бог разгнеется, Он уберет тебе эту благодать, эту милость. И тебя дьявол как тузик тряпку может с твою судьбинушку разорвать только в клочья. Вот. Поэтому не надо жить посредственно. И что Он делает? Он пересчитывает. Он понимает, что Он неправильно сделал. По-разному толкуется, да? Десятый стих говорит, и вздрогнуло сердце Давида после того, как Он сочетал народ. Вздрогнуло сердце. Он понял, что сделал неправильно. Он, может, Озу вспомнил. Потому что само исчисление народа не было такой, ну, вообще неправильно. Может, Он там возгордился. Ну, просто Он это сделал неправильно. Посредственно. Мы говорили, что исход, вот 30 глава, исход 30 глава, 11-16 стих, там Моисею было сказано. Когда ты будешь исчислять народ, то исчисляй его правильно. Собери там по 20 циклей серебра. Ну, там, я не помню, не буду читать, чтобы время... То есть, там, ну, в Библии написано, как правильно было исчислять. А может быть, Давид, как бы, может, напряженный, народ такой посредственный, опять сбор, вот конференция, опять про деньги. Может, он не решился, как бы, ну, как, легко хотел одеться, пересчитать и неправильно сделал вот это исчисление, да? И Бог наказал. Его сердце вздрогнуло. Дай Бог, чтобы наши сердца вздрогивали, что мы когда делаем неправильно. Не как прочие народы. Жена пилит своего мужа. Где шуба, мужу галстук, где моя шуба, там, да? Чего у меня не норковая, а лисия, там, знаете, вот так. А вздрогнуло, чтобы сердце... Это не просто муж, который объелся груш, да? Это муж, который помазанник Божий над тобой. Конечно, хорошо, когда у тебя муж не объелся груш, а как контрастный душ, да? То горячий, то холодный, да? Горячий для Бога, холодный для мира. Вот это, конечно, такому мужу там нормально как бы его послушаться, но все-таки он помазанник. Это не просто мы собрали, это церковь, которой надо. Почтите сын, это дело Божие. Репцентр, это дело Божие. Все, что мы делаем, это... И когда ты в таком состоянии, у тебя, ну, ты в эту сторону, даже того же Саула, который тебя гонит, копия тебе кидает, помазанник Божий, даже неправильно, да? Ты все равно в его сторону не скажешь, потому что ты, ну, Давид так не сделал. Но здесь он немножко... И Богу не понравилось вообще состояние Израиля и состояние Давида. И пришел гнев. Гнев. За что, Боже? Он там, Давид, молится. За что? Ладно, я согрешил. А почему народ-то странный? Что они сделали? Они, может, ничего плохого не делали, но ничего хорошего в плане мессианства, в плане предстояния пред Господом тоже ничего не сделали. И поэтому пришел гнев Божий. Числа, 1 глава, 52-53 стих, там написано так, что мы должны... Каждый ставится возле... Ну, каждый под своим знаменами. Помните такое? Числа, 1 глава, 52-53 стих. В центре событий должно быть Бог, да? Вот Скиния, да? Скиния и Израиль должен был... Куда Скиния? Куда видение? Вот это историческое время, церковь. Ты должен об этом думать. Каждый израильтянин должен был правильно стан ставить. Я с этой стороны, эти с этой стороны. И левиты должны были селиться возле Скинии. Не на окраине, а возле Скинии. И чтобы там совершать работы, служение. И бывает проблема, и там написано, что если они так не будут делать, то будет гнев на общество Израиля. Там написано так? Не читаете вы, да? Написано, да? Чтобы не было гнева на общество Израиля. Мы общество Израиля, да? Есть священство, есть дары, есть какое-то откровение, служение. Вот. И если мы посредственно относимся, левитам есть не будет нечего, да? Ну, вот я как священник, у меня, говорит, зарплата хорошая, только маленькая, да? Я в церкви на полном служении. Ну, это хорошее состояние, как бы, но это не то, чтобы я хотел, да? Как бы, чтобы я ни от кого не зависел, как бы, да? Ну, я завишу от жертвника, там, мне там, церковь люди собрали. У нас большая церковь, мы туда едем. Вот сегодня надо было хоронить. Я говорю, извините, я там не могу хоронить. Я сейчас в Самаре, я в церкви там крещу, хороню, там. Ну, мое, как бы, ответственность. Короче, я священник профессиональный. Ну, насколько профессионально уже люди оценят, тем более Бог, да? В общем, я священник, да? Левит, можно сказать. И если у меня, я думаю, вот как Максим всегда о детях своих, как их кормить четверо детей, там, мне писание вообще, ну, тяжело, там, служить, а что, где работать, там, все такое. Вот. И когда же церковь посредственно, десятины не приносит. Вообще, Бог через десятины приношения решил греть церковь. Господь питает, да, церковь. Ну, через вот это, кстати, Он и питает, вот, церковь, там, и кого надо, кто имеет власть от жертвенника питаться, там, если кто-то пользуется этим привилегиями, кто-то, ну, перерос уже это и не пользуется, там, не берет, там, там, ничего такое. И к чему я говорю, что когда мы посредствуем, гнев же Божий будет на нас. Потому что если ты не участвуешь, Бог тебя благосил, где-то тебе зарплату маленькую пастору дали, он уже такой грустный, где-то там конференция, кто-то не приехал. Помните, книга «Судей» говорит о том, что начинается с того, что некий левит поехал на заработки. Помните, там, и целое колено Вениаминова они потеряли, да? Начинается с того, что левит пошел по базару поискать какого товара. Он с Кинни-Нем, ну, то есть, проблемы свои бытовые пришел. А потому что Израиль был посредственным. Люди перестали ходить в церковь, через раз ходят. Им вот эти конференции, домашние группы, молитвены, служения, репцентры уже надоели и не хотят делать. И если так будет, то гнев будет на общество Израиль. То есть, иногда мы можем, потому что Бог хочет, чтобы мы жили историческим временем, а не посредственным. Притча, 30 глава, 23 стих. Притча, 30 глава, 23 стих. Призванные люди. Вот почему вот этот связывающий в воздухе, наверное, братства нам не хватает? Почему потенциально, я здесь вижу богословы, они, каждый вот той вот церета особенно, они все могут епископами стать, легко. Они Библию знают там лучше всех там, я не знаю. Но связывает, сковывает, потому что вот эта система, даже церковная система им не дает как бы раскрепоститься. И от чего трясется земля? Когда написано там, от чего трясется земля? Как, притчи 30-23, да? А, подождите. Притчи 30-23, подождите. Там написано, от чего трясется земля? 21, да? Сейчас я прочитаю, ладно, хотел. К чему я говорю, что когда мы начинаем духовное, меньше дело, чем администрация, бывает даже в церкви, служение, она может превозноситься над духовным. И когда служанка занимает место госпожи, написано там? Когда у Авраама дом стал потряхивать, потому что Агарь там начала там по плоски, там начала Сару типа на место. Агарь это как бы, ну там сын Измаил, как получил, он сын, да, система, какое-то служение, Бог благословил. Но призвание в Исаакии наречется, это историческое время, ты должен быть в призвании. И бывает твое призвание глушит вот это вот, вот все, что у нас есть там, работа там, ну какие-то вещи, это должно нам, нам, они должны быть рабами нам. Ну, вот ищите прежде Царство Божие, правда это все приложится. А мы же ищем во что одеться, во что обуться, переходим из исторического времени в космическое время, да. И вот это начинается наш дом трясти, потому что раб нас становится госпожой нам. Ну и об этом как бы хотел сказать. И смотрите, не будем читать вот эту историю, чем она закончилась. Потом, когда Давид понимает, язву, и кстати, он после того, как перечитал, Аврам, Бог говорит, выбирай себе наказание, он выбирает язву. Да, ну именно, в принципе, наверное, по слову, ну давай раз там написано, язву давай тогда. И там погибло много людей. И не просто так, наверное, ну как вот так, кидай там, кого попало, держи фашист гранату там, да, и люди погибли. Наверное, было точечный удар. Кто-то ропщичий, кто-то там недовольный, кто-то сплетник, кто-то уже в блуд упал, там вообще там от Бога хочет, уже раз, и гнев Божий вот так вышел. И была некая встряска и у Давида, и всего народа Божий. И Бог говорит, я остановлю эту язву, ты мне должен принести жертву на горе там, да, где, по-моему, даже Аврам там жертву приносил, если я не ошибаюсь. Показал место, и когда он приходит, Орна говорит, я тебе бесплатно дам воло все. Он понял, что исчисление так хотел как-то малой ценой сделать, и попал, говорит, я жертву даром Богу не принесу. Пускай мне, вот примерно о чем говорил сейчас Максим, что мы должны дать возможность поучаствовать, благословение, да. Вот, я жертву даром не принесу, и он купил за какую цену, какую назначили. Я не принесу жертву Богу даром, потому что мы иногда хотим служить Богу без цены. Цену не платим, а помазание хотим, процветание хотим, а посвящение там и все такого, ну, такого нету у нас, да. Поэтому Богу не нравится это состояние. Из-за этого у нас проблемы. История Бога – это наши проблемы. Но, это когда мы неправильно себя ведем. Но если Бог хочет, Бог ищет человека, который хочет исполнить все его хотения, Бог ему даст все, что ему надо. Бог ему даст все, что надо. Второе царство, 22, 49. Второе царство, это, наверное, Псалом, так тоже часть Псалма. Второе царство, 22 глава, 49 стих. Там написано, ты возвысил меня над восстающим меня. Правильно же, да? То есть, не было бы возвышения, если бы они не восстали. То есть, есть принцип. Иногда у тебя проблемы за то, что ты, когда ты не в воле Божией, Бог тебя встряски. Но иногда у тебя проблемы, это хорошие, скорее всего, проблемы, когда ты именно в воле Божьей. Вот ты поехал, брат едет служить, а там на работе, он говорит, я раньше бы там паниковал, а сейчас я научился. Все, я понял, короче, что я нормально еду. Там такое на объекте, там что-то кабель там перерубили. Серьезное дело, он так чик отзвонился, будет нам служить сегодня. Слава Богу. Поэтому, Деяние, 5 глава, 31 стих. Бог возвысил Иисуса Христа в начальнике, да? Там есть такое, да? Просто я дорожу время. Можно это все читать, извините, но вот так помилуйте. То есть, Он Его реально не просто там благословил, Он Его из плотника, Он Ему дал карьеру. Ну, то есть, по карьерной лезтью из плотника Он вырос в начальника, да? И если бы этого не было возвышения, не было бы спасения. Иисус воссел, как человек, стал Бог, стал человеком, противостоял сатане, как человек, ходил, как человек, ходил в помазание, как вот модель. Иисус Христос – это модель для нас, образ, как должен жить человек, помазанный и двигающий в дарах Духа Святого. И воссел, одеснуя Отца, как человек, и поэтому Он представитель рода человеческого. Если бы не восстал на Него ад, если бы не было распятия, вот этого возвышения бы не было. Здесь некий принцип, да? Все, что создал Бог, хорошо. Все, что создал Бог, хорошо. И большинство, и даже вот когда, может быть, учредителем нашей проблемы не дьявол, а может быть Бог учредителем нашей проблемы. То есть, как бы дьявол напал, но Бог позволил, как вот в эти, ну помните, двойной взгляд смотрели. Экклесиас 7.14. В дни такие-то размышляй, в дни счастья, в негой, все то и то сделал Бог. То есть, вот когда у тебя есть проблема, если в ней есть Бог, это хорошо. Потому что, если в твоей проблеме нет Бога, это то, это плохо. Люди сегодня, как бы в своих проблемах, христианство вот это посредственно, которые живут неисторическим временем, как бы не считают, что это важно, что это для меня мои дела лучше. Я герой этой жизни, а не Христос, ну ты меня благослови. Вот, и они, сейчас, больше переживают за то, что Бог что-то перестал меня благословить, что-то мне не дает. А то, что я давно уже не слышу Бога, как-то уже не переживали. И у меня депрессия, горе мне. То, что, не то, что я с нечистыми устами, там все, а горе мне, что у меня денег нет, прорыва нет, горе мне. И не переживай, что горе тебе, что ты посредственно стал, что ты теплый стал, что ты сплетником уже, как бы раньше, где это чистое сердце, ну дух правый был, а сейчас уже как-то сердце чистое сотворил мне. Добрый, порядок, ну и дух правый должен быть. Дух правый, когда он возмущается, обнови. Когда что-то не по слову, да не по слову, ребята, там ты вот такой. Никогда ты не оправдаешь какие-то себя и других людей, тем более себя за какую-то посредственность. Вот это есть дух правый. И Давид, он говорит, помазание, он ценил это состояние сердца. И хорошо, когда в твоей ситуации есть Бог, в твоей проблеме. Сегодня может быть в церкви человек, он носил аппаратуру, ну раздражался, ругался, там все ему не нравятся, там быстрее не успевают. На конференции все, там спели, ну извините, может я так на скидку, у вас не такие правы. И как бы он был в церкви, но у него не было Бога присутствия, он не пережил. Кто-то в больнице сейчас хотел, ему колы ставят, там все, но он там проповедует, он там видит там то-то, то-то показывает. И он такое удовлетворение, и с ним Бог в этой проблеме. Есть два, есть проблемы, да, есть проблемы, а есть беда, да, есть беда, а есть проблема. Беда это когда, это не спрашиваешь, когда человек пошел в ад, это беда, да. А проблема, муж неверующий, это беда или проблема? Это проблема, которую Бог может, он покажет, он может покаяться завтра или, ну там, когда-то может покаяться. Или там тот денег нет, или объект, там сикилак твой сожгли. Это беда или это проблема, которую Бог решит. Но мы иногда, христиане, свою как бы проблему в рамк беды. Все, горбатого могила исправят, шесть все пропало, клиент уезжает и все такое. И вот именно в твоих проблемах должен быть Бог. Если бы в Эдемском саду не было Бога, это не был бы сад Эдемский, это не было бы рай. Это не было бы раем. Почему? Потому что земное счастье быть арабским шейхом. Все ты там, инфраструктура, ты все такое, вот тебе блюдо. И в некоторых религиях рай это когда ты, в некоторых религиях, ну в одной из религий, рай это когда ты в рай попадаешь, тебе еды какую хочешь, там танцовщицы, ну о чем мечтает человек. Ну Бог где-то там, дай мне, ну на тебе это, мне это надо, ну на тебе это. Но для христиан рай это что? Это сам Бог, отношение. Художник и строитель, которому Бог, это есть вот это отношение с Богом и с людьми. Вот это состояние человека, город не инфраструктуры, где мы там про золото думаем, про это, там асфальт золотой, там жемчужин, а именно где скиния Бога и человек. Вот такое состояние должно быть. И мы должны в этом жить. Псалом, ой, Луки там 6, 40, Луки 6 глава, 46, 47, 49 стих, я так быстро говорю. Помните, что когда кто слушает, исполняет слова мои, уподоблю мужу, который на камне, кто-то на песке, пошли реки, там ветры подули, и дом упал, а тот не устоял. Есть люди, которые в церковь приходят, есть люди, которые слушают, записывают, но есть люди, которые исполняют. Кто приходит в церковь, скажите спасибо, я пришел, их мало, они есть процент. Кто, кто приходит и слушает, их больше, но тот, кто слушает и исполняет, их тоже маленький. И мы думаем, что дальше там как бы идет то, что про вот эти проблемы, которые на дом, и у нас в подсознании такое, что, надо уже закругляться, у нас в подсознании такое, что я если исполняю Слово Божие, то мой дом не будет, нечестивые они разведутся, нечестивые у них там бизнес завалится. Но я же слушаю, я же исполняю, я же на Христе действую, и мы-то читаем правильно, но в подсознании, что со мной этого не будет. Но на самом деле и у тех, и у тех проблемы, и кто на камне строит, и у верующих в браке могут быть проблемы, и в бизнесе будут. Просто одни развелись, другие устояли. Вот у них беда, а у них другие проблемы. Просто там был Бог, да? Вот. И если бы не было проблемы, вот Даниила, когда Бог возвысил? Когда Бог возвысил Даниила, да? Иосиф, когда был возвысил? Когда его в ров бросили, проблемы, и тогда он стал премьер. И одно дело, он просто раб, да? Или, а другое дело, когда он премьер-министр Египта, и как он... Ну, за это надо заплатить. Это надо, ну, быть в этом. Поэтому история Бога – это наша проблема. История Бога. У Мардахея были проблемы. Ему говорят, вот есть один... Сам враг тебе напомнит. Кто ты? Это народ, который твоих законов не исполняет. Царь не оставляет, они среди народов не числятся. И восстал Мардахей на Израиле. Ну, на... Ой, Аман на Мардахея. Через это потом Мардахея и Сфирь, они жили исторически. Они не просто засухарились там, ну, мы так, верующие. Тут верующие, потом неверующие, потом опять верующие. Ну, как бы, извини, вы такие, а жизнь такая. Но на самом деле, после того, как они прошли, Мардахея и Гадаса, прошли вот эти вещи, то Неемия был в виночерпии у царя. Израиль поднялся до уровня элиты. И там они смогли там пасти и построить храм, где восстановить историческое значение Израиля. И христианство, вот учение процветания, так говорят, надо вот так поверить, что у тебя не будет проблем. Вот ты так, ты маловер, вот поверь так, у тебя не будет проблем. И это считается, у тебя нет проблем, ты круто. На самом деле, христианство, это не короткий забег, а это марафон. И там есть препятствия, надо перепрыгивать. Многие люди избегают проблем и думают, что это духовно. Но надо их преодолевать. И Бог тебе дает эти, чтобы тебя возвысить через проблемы. И многие, знаете, когда человек через препятствия не бежит, его снимают в соревнованиях. Он думает, что он в теме, но его сняли. Многие христиан сняли соревнования. Они думают, что они бегут, но они вне соревнований. Они избегают. Да, у них нет проблем, но они ничего неплохого не делают, но ничего хорошего. Я хочу закончить. Не знаю, на какое бы я тут пропустил половину. Поэтому 3 Царств, 14 глава, 7 стих говорит, что «Я возвысил тебя и поставил тебя вождем народа». Бог тебя хочет возвысить через проблемы. То есть это его как бы может без проблем. Для чего? Сердце Бога не с тем, кого он возвышает, а сердце Бога с тем, ради кого он возвышает. То есть человек поднимается. Максим, например, сейчас будет там или поднимается. Это для того, чтобы пришли люди в служение, в это видение вошло, чтобы люди поднялись. Ну, к нам Алексей Павлович там приехал, Бог его поднял. Ну, не просто, чтобы вот меня там Бог, например, поднимет, я вот своим успехом тут кичился. На самом деле, меня Бог поднял, к примеру, да, чтобы я стал поднимать других. И это правильная система. Потому что, к сожалению, вот когда вот эта система, ну, неправильно, когда вот дьявол там, не только мир, но и церковь атакует, когда я во главе пирамиды, вот я тут раз, и я учу вам, смотрите, если я вас не благословю, вы будете, ну, как бы там, учу, полубог некий там, у меня есть что-то, вот работайте на меня, если не будете работать, у вас будут проблемы, а если будете в меня там, ну, слушаться, у вас будет благословение. Где-то там, но это не то, это все наоборот. Надо, когда тебе Бог поднимать будет, и Он тебя будет поднимать, да, если вот, то это не ради тебя, а ради тех людей, куда ты поедешь. Это может быть институт, там, фигурист, там, пяти, как у нас тут братья, там, тулуп, как сделают четырех, как это в фигурном катании называется. Она как сделает, все какахнут. Но это не для того, чтобы сказать, какая крутая фигуристка, а чтобы потом что-то сказать, чтобы потом послужить, там, ну, мы с братьями общаемся, внуки на футболах, на хоккеях, на фигурных катаниях. Вот этому надо людей учить. Для чего ты хоккеист, для чего ты футболист, для чего ты бизнесмен, для чего тебе жениться? Вот я хочу жениться, жениться ради того, чтобы жениться, что ли? Или Бог мне благословит, чтобы я похвалился холодильниками? Да мир без холодильников, ну, так может их без Бога купить, еще лучше как бы. Мы этим кив, вот Бог мне благословит. Есть во всем цель. Живите, и я себя говорю, не дай Бог, мы перестанем жить историческим временем. Благословит вас Господь, братья и сестры. Аминь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ